Субтитры делал DimaTorzok Но, Алса я пёрнул одновременно с этим Это как камуфляж Как насчёт Как насчёт нового Белья День второй Пришлось спать без одеяла И я замёрз И теперь у меня воспаление Простаты Да я уж встал О, виски Клёво Да блин Я проснулся, проснулся Почему мои ответы всегда совпадают С ответами этого жиробаса Так, нам ещё и телефонную линию обрезали Мне следует волноваться Так, издалека зайдём, чтобы работать не заставили Ах, ты тяжелый, Хэнк Ты не думаешь, как человек, который любит спросить Для помощи Конечно Тебе нужно вернуться туда, пройти её до конца И как только выйдешь, продолжить двигаться на север Чат, запомните, север Я знаю, вы можете Возьму с собой виски Да бери, бери Так, давайте Термос Нельзя взять Что-нибудь ещё можно с собой взять На всякий случай Старое шотландское мыло Как раз закусь для виски Хе-хе Я слышал, что Это как раз то, что нужно Боже Извиняюсь На меня кот напал Ну ладно, погнали Погнали, парни В пещеру я как раз буквально несколько минут назад говорил, что хотел бы в неё вернуться Так Как она там называлась? Кейв 303 Поехали Мне нравится, как он рукой берёт Такое воспоминание из детства, но Я вот на даче жил на втором этаже всегда и Что? И там Когда спускаешься, тоже такая планочка была Я всегда её рукой трогал перед тем, как спуститься Озеро Джонси Так, надо понять, в какую сторону Нам, значит, надо на юг Нет, стоп Наверх На север Наоборот Теперь достаем компас Так, север Туда Я правильно понимаю? Блин, это надо Надо было, короче, этого Напарника Грибабаса позвать, чтобы он меня ориентировал в этой игре Я совсем плох в лесных приключениях Восточнее будет тропа Кто-то переставил знак Напомните мне, пожалуйста, как зовут тёлку, которая со мной по рации говорит Я... у меня вылетело из головы Вы должны знать, кто-то уже наверняка прошёл или играл Как зовут эту женщину? Я запомнил только одно имя из этой игры Это Бигль Мне нужно больше Дискорд Забаньте человека навсегда, пожалуйста, ребят Мои модераторы Я буду очень рад вам За такой поступок Я должен почувствовать себя дома Окончательно Блин, вот это был прыжок, наверное, один из самых эпичных За всю историю видеоигр Её зовут Джошуа? Странно Я бы запомнил Такое это имя А, ещё ниже Приятная утренняя дынка Либо там подкрылась кальянная Но Это маловероятно Дилайла? Господи Давайте будем звать её Джошуа Хотя у Фредди Меркеря была кошка по имени Дилайла Тут заперто Заперто Другую пещеру успевает Ты сказал в эту идти, Джошуа Блин, ну ё-моё Ладно, ну тут здесь справа прям выход какой-то Я думаю, что это то, что нужно Холодный туман, сообщите Тумане Говорить о бакете Я не хочу вообще ни о чём говорить с ней Вот, отлично, отлично Многие дозорные любят поспечать и поговорить о девушках и парнях Я не хочу рассказывать про несчастную Джулию И про несчастного Джекбакета Все умерли Или умрут О, урок Клёво Окей, хорошо Нет, я не думаю, что он имеет идеи Господи Иисусе Чего ты там кукарекаешь? Я... Я даже ответить не мог Наш их нажимал А если ты захочешь о чём-то или о ком-то поговорить, ты позвонил Нет, спасибо Кэйв 452 Ни хрена я не спустился Так, стоп Я вылез, значит, из этой пещеры Где-то есть прям рядом ещё одна Сейчас попробуем найти Бабы по телефону просто невыносимо достают Я это заметил, что я в школе учился А, нет Кэйч 303 Кэйв 452 Ближайшая Проверить линию связи к северу от ущелья К северу Бродилка Почему это не мог быть экшен? В первую же ночь на меня бы напали зомби Было бы здорово Я бы отстреливался Мне не надо было бы искать линию связи Она хоть помечена как-то Как будет по-английски линия связи? Мью-поинт Короче, я просто пойду на север Рано или поздно куда-то приду Либо мне можно будет по рации что-то сказать Хороший знак то, что я нашел какие-то Мне показалось Хороший знак, что я нашел какие-то провода Возможно, они как раз и ведут туда, куда мне надо Проследуй вдоль него до конца Если возможно, я можешь возвращаться, как только сообщишь Все, отлично, отлично Моя интуиция меня не подвела IQ 110 снова в деле Провод закончился Вышка Трофер Мне так одиноко Я хочу поговорить о Бигле теперь Но она не отвечает больше Заигнорил один раз И между нами пробежал хладок Она такая Не Он меня больше не любит Он меня не слушает Хотя ты всего один раз мог пропустить Ее нытье Отлично, я вижу в чем проблема Только не знаю, как это придется чинить Это же Должно быть не для меня занятия А для каких-нибудь Специалистов Снова Пивные банки Опять эти лесбиянки Вот Я как знал Тупые шлюхи будут мне теперь мстить Лучше бы я Просто не трогал их радио Вонючее Сидели бы на этом островке С фейерверками Они теперь весь парк изгадят Нет ничего мстительнее Чем две молодые лесбиянки Я почти уверен в этом Я ни разу не встречал Лесбиянок Потому что как только Лесбиянки видят меня Они сразу становятся Самками обычными Иди в ад Написано Ладно, мне надоело прибирать пивные банки Изучить линию коммуникации Вблизи Да как сделать это Тут нельзя залезть А, вот конец провода Что здесь? Это сезон у меня тоже была идея про костюм призрака если честно подожди пока она уйдет потом разгромим их лагеря до того можно просто им спальные мешки насрать по хомбо поступил блин так это че трусы мои что ли я только сейчас понял ни хрена себе вот дерьмо я живу с котом поэтому мне знакомо это чувство найти подростков бобет сказал что имеет смысл пойти туда где я был вчера насколько я расслышал я нахожусь сейчас на самом севере перерезанные провода это мне серьезно отсюда лупить пешком не я не верю в этом дал должен быть другой путь что-то должно быть здесь какой-то след еще одни трусы я кстати где-то здесь видел когда лес ящик еще один желтый сковорода из армии пишет его и снасиловали уже интересно нет скорее всего да готов поклесся что я где-то видел желтый ящик снизу но если я буду его искать это займет еще час так ладно давайте попробуем сориентироваться если она говорит что попробовать вернуться туда где я вчера видел то мне надо идти на юго-запад господи я надеюсь я все правильно понял если сейчас пройду весь этот путь а их там не окажется это будет самое тупое что я делал своей жизни я делал много тупых вещей есть тут кнопка которая показывает просто путь потому что мне не нравится передвижение в этой игре здесь постоянно стопоришься в камнях нужно ходить по дорогам заблокированная тропа сюда я шел по проводам окей будем возвращаться прямо назад значит я просто не понимаю пока как мне играть правильно но впрочем кто не смотрел мая стрима на гудгейме там я один раз уснул во время прохождения значит я стоит вернуться где ты их видел последний раз это я понял но блин а как я могу забраться назад я же я же спрыгивал здесь но назад то я залезть не могу так вот я уснул во время прохождения томбрайдера и 15 минут шел назад по уровню во сне то есть я даже не осознавал того что я делаю и никто мне ничего не искал потому что я бы забанил этих людей но я бы не забанил их потому что я в любом случае спал здесь должен быть скорее всего ящик с веревка или какая-то такая срань которую я в упор не вижу все понял отлично да нет это ладно все чат чего как как нет прийти туда что-то не реально уснул за столом прям до во время игры где короче там веревка или где мне пройти потому что я не могу понять стрим по ларке был топом ну да ну наверно это была плохая идея проходить ее за один присест атмосфера сибири да да мне не столько атмосфера сибири понравилось сколько дневники русских шахтеров попробуй вниз по правой стороне хз забаньте его за навсегда раз хз мне нужны советы знающих людей все я понял как дойти пожалуйста пожалуйста так не надо как же приятно банить людей навсегда расчистить кусты надо забаньте его на 30 дней хотя возможно это дельный совет если честно я был рядом с кустами но я мне кажется я правильно иду забаньте его на 30 дней навсегда навсегда какие 30 дней я я привык эти 30 дней уже не надо ничего можно навсегда 5 долларов люди потратили давайте еще кого-нибудь три бушета три бушета были отличными три бушета были отличными моя любимая загадка так что у нас здесь боже мой а м флешку тропс на паку с пола в имбисы к бежене и бездельно пропирать к декабе джесс лидом показалось что я снизу видел ящик и думал в нем веревки но они оказались в школьном портфеле и еще полароид я не умею структуру нэто насколько я понимаю это все равно какое-то начало девяностых поэтому пока фотоаппараты не цифровые мы не можем посмотреть фотографии лесбиянок до тех пор пока не проявим их что бывший любовник тело югерпингу м м м м м честный средневековый это обидно Стоп, 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 я пропустил Я пропустил немного идею То есть она как бы жила с 12-летним парнем Но это, по-моему, шутка была И при этом Он потерял этот портфель, что ли? То есть это не лесбийские фотографии будут А как вот школьник с своим папой? Не играя разочарования Окаменелый коготь Отколотый камень В 90-х это дерьмо заменяло покемонов Мне самому понравилась своя шутка Так, ну здесь я так думаю, что это не имеет смысла Я открыл этот ящик ради записки Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ на следующей неделе. Нет, не у этого засранца Стива, у твоего друга Рона. Я пошел проведать нового парня в двух тропах и услышал, как он говорит сам собой, больше, чем другие дозорные, поэтому решил держаться подальше. Помнишь, как ты засек парня из Чимни-Рок, когда тут развлекался сам с собой в гамаке? Я начинаю думать, что лесная служба нанимает только психов и взращенцев. Нет, это, конечно, нас не касается, мы сливки общества. Давай выпьем за тебя, Деп. Дрочил в гамаке. Так. Окей. Я смогу фотографировать и типа того. Юго-восток. Погнали. О, блин, только не эти разговоры. Нет, нет. Лишняя решила привязываться к кому-то, кто будет поместить. И давайте вариант. Я не готов. Я еще помню сладкий запах Бигла. И Джули. Давайте пока отшучиваться. Отправим ее в френд-зону. Если телку отправить в френд-зону первым, то она такая... Такая, блин. Это альфа-самец. Я должна выбраться из этой френд-зоны. А если пытаться навести от на... Отношения, то будет только хуже. Крендель. Смешное слово. Ну, возможно, вот этот след, то есть, как бы... Возможно, они шли такие пьяные и ломали деревья, или... Как медведи-шатуны. Да, блин. Нашел объявление в газете. Это как играть с другом, который тебе в скайпе мозги чистит постоянно. Какого хрена ей надо? Так, здесь дорога, что ли, кончается, если... А, я, похоже, в тупик опять забрел. Ну, и... Срань. Вместо того, чтобы рассказывать мне про свою личную жизнь и работу, помогла бы выбраться маленькому аутисту. из леса. Да я ни с кем не расставался. Откуда ты вообще эту информацию берешь? Давайте скажем, что она заболела, чтобы эта сука хоть на секунду почувствовала себя не такой веселой. Извини, сейчас. Мне жаль. А кто ты врач? Не хочу об этом говорить. Уход, в смысле уход, кто не понял, не уход за больным, а уход... уход от ответственности имеется ввиду. Ю... Простите. Возможно, это последние слова. Возможно, это последние слова. которые услышит Джошуа. Нет, все нормально. Я примерно понял. Все, чуваки, я примерно понял. Это коридорная игра, на самом деле. Мне сначала показалось, что можно идти куда угодно, но... Теперь я понял, я больше не буду тупить. Уйти туда, куда нельзя, здесь невозможно. Надо просто идти. Сама жизнь покажет путь. Мне понравилось, как я сейчас обломил эту сучку. Она такая, ну извини, я не знала. Надо меньше вопросов задавать. Заиграла таинственная музыка. Сейчас мы увидим труп одной из лесбиянок, я вам говорю. Она будет сидеть раком у дерева, как в настоящем детективе. Самое глупое время, которое я потратил, это сезон настоящего детектива. Кто мне вернет эти часы? Я надеялся, что в конце будет какой-нибудь твист убийцы, и окажется Вуди Харльсон. В итоге... Так, я вернулся... Да, нормально. Если я сейчас пойду на... Санный Восток, то я приду туда, куда мне нужно. Налево. Музыка, кстати, перестала быть тревожной и стала такой кантри-стайл. Типа... Как будто я кровопас из Кентукки. Люблю есть стейк. И пить подлайт. Шо? Вижу, что... А... Может, видишь, что точно. Я не могу не видеть, что в юго-западе видняется маленький клубок дыма. Ты должен быть способен найти дорогу там, от мега, по левой. Крючатся в мегу. Что? Ты думаешь, это те девочки? Блин, я не вижу никакого источника дыма на юго-западе, если честно. Я вместо Востока хрен знает куда пошел. Так, юго-запад. South-West. Насколько я знаю, типа, игра про какой-то пожар большой, который был в Йеллоустонском парке, это довольно любопытно. Мне вообще кажется, здравая идея делать игры по катастрофам, которые произошли в реальной жизни, но которые были давно, типа... Титаника, знаете, чтобы никому обидно не было. Болезнь Альцгеймера. Как, эм... Деменча? Воу! Сколько лет она была? Она была. Она жива. Она с ее семьей в Мелдорне, Австралии. Она 33. Да. Что было бы, когда вы увидели? Было весело. Было весело. Да она такая, хе, у меня Альцгеймер. А я такой, е-е-е-е. Что за дипильные вопросы? Меня эта баба начинает реально раздражать. Она реально раздражает Сообщить о магическом колесе Чего? А, это место, где я нахожусь, я понял Так, проход, который я опять не вижу Где он? Сюда 960 метров на восток Anyway, здесь негде повернуть Пока самая большая проблема с этой игрой Что я постоянно прихожу в тупик Но те, кто, наверное, хорошо ориентируется в пространстве Великолепно Выходит же очень игра Скоро Курск Про подлодку Вот это странное решение Нет, Курск, ну я не знаю Это дурацкое решение Мы еще не забыли Боль еще не утихла Они могли бы сделать про другую подлодку Которая взорвалась в 70-х, по-моему Но про Курск еще рано пока В конце концов Про какой-нибудь варяг можно было сделать Не знаю, там Всем уже насрать на события столетней давности Но про Курск Это все равно, что сделать шутер про Норд-Ост Это дебильная идея Никто же не будет делать игру про 9-11 Сейчас, правильно? Забавно, кстати, что Хотя нет, я хотел сейчас Сказать про то, что После конфликта с Грузией вышла дебильная игра На движке Саддон Страйка А про Донбасс игр нет Но потом подумал, блин, лучше мне, наверное, промолчать Так что промолчу Я потерял дым Из виду Это была моя путеводная нить Севера Впрочем, зато я почти вышел К месту, где я видел телок в последний раз То было на северо-западе дым Ну, да, я думаю, в любом случае сюда Игра про Жанну Фриске Да, 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 знаете Веселая химиотерапия с Жанной Че она в душу? Я не буду отвечать Пошла она в ссаку Я жалею, что я на предыдущие отвечал вещи Серьезно Это уже просто невежливо У меня жена болеет Тальцгеймером Нафига? Я убежал от этого Я убежал от ответственности сюда Не для того, чтобы слушать Про нее Я последний раз видел их тут Я думаю Но сейчас здесь никого нет Увидеть дым нормально Где он был Северо-запад Я же шел практически в дым Почему в какой-то момент Я перестал его видеть Ну они явно разбили лагерь где-то рядом Возможно слева Если бы я выбрал ухаживать за женой Чтобы было Я думаю Я бы все равно устроился работать в лагерь Вряд ли бы мне написали Вы ухаживали за ней до 1992 года И она умерла Конец Но согласитесь Это было бы Странно Скорее всего Все было бы то же самое Возможно Как-то повлияет на концовку Я ничего не знаю Я уже говорил Я ничего не знаю Об этой игре Поэтому Трудно сказать Может быть здесь вообще одна концовка Я в принципе и завязки пока не вижу По большому счету То есть Я видимо часа в 7 от конца Мне все говорили Что она часа за 3 проходится Но она проходится часа за 3 Людьми Которые знают Куда идти И понимают в играх этот момент Когда играю я Это всегда часов 25 В играх Где нету Стрелочки Указателя Для умственно отсталых Ретардов Будем надеяться Что я на правильном пути На самом деле Мне нравится это решение С одним кодом На все ящики Так Листовка о пропавшем без вести Карта Скопировать информацию Я раньше этого не делал Это же не первая карта Я просто забивал на это Я не знаю Он был просто ПТСД ахол, который отвлекал его сына, чтобы заниматься работой, и понял, что это плохая идея. Что, гризлий не будет убивать ахол? Они не имеют вкусу для неаположительных грехов? Нет, это почему мы не потеряли рейнджера в 11 лет. Так что, ты не думаешь, что что-то плохое случилось к этим парам? Стоп, стоп, стоп. Я насколько понимаю, они говорят о отце школьника, портфель которого я нашел. И теперь они говорят, что не нашли никаких доказательств того, что все было плохо. Но блин, я нашел портфель этого школьника. На суке. На саном суке. Почему никто не думает об этом? Это же доказательство того, что... Возможно, я все неправильно понял. Если бы я нашел портфель мертвого мальчика, я бы задумался о жизни. Угу, 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 угу. Я на правильном пути. Пожалуйста. Кстати, игре, ну, типа идет... О-о-о... Игре идет графика мультяшная, но, блин, если бы она была реалистичной, как в The Hunter, это было бы еще... Еще круче. Я обожаю игры про природу. Костер подростков. Затушить. Затушить. И где это? Это название магазина для девушек. Это на земле, здесь, в их кемпе. Опасные самцы. Я слышал, что Uber Marginal подписан на этот журнал. Что? На земле, ты... Это еще один из этих магазинов. Откуда, интересно, он знает. Ну, здорово, здорово. Моё первое предположение оправдалось. Действительно, лесбиянки своровали мое белье. В жизни бы я, возможно, не отказался от такой участи. Стоп. Так, я сфотографировал, да? Дело принимает неприятный оборот. Я, конечно, не люблю пьющих ссыкух. Я прям представил, как они бегают мочиться на эту великолепную природу каждые десять минут, потому что это бабы. И... Но, тем не менее, мне жалко, если их съел сраный медведь. Может быть, я должен взять один из их ссорных магазинов, как зарплату. На этом этапе возьмите, что ты хочешь. Да, я буду... Я возьму... Я возьму... Я возьму мешок. Я не могу взять мешок. Возьми мешок. Возьми мешок. Возьми мешок. Испортил наш лагерь. Ага, сык. Испортил все наши вещи. О, а воровать трусы просто отвратительно. Ты наверняка сраный маньяк-убийцей точно попадешь в тюрьму. Надеюсь, те фейерверки того стоили. Да. Давайте узнать, что это говорит. Эээ... О, они умерли, конечно. Ну, что это значит? Эээ... Они вызывают полицию. Потому что они думают, что я их атаковал. О, мой бог. Ну... Ты... Ммм... Ну... Блин. Хенри. Ты атаковал? Или что-то может быть атаковал? Да. 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 Это за дебильная работа. Я просто не знаю. Я кидался в них магнитофоном. Прятался в кустах. Нормальное поведение для взрослого мужчины. Эээ... Эээ... Я не знаю. Заразно, как черт. Но это не я. Все нормально. Я верю в тебя. Заразное что-то случилось в лесах. Это может быть... Другие кемперы. Они могут проводить плохой муштрим. Мы реально не знаем. Но... Они умерли. Нет способа, звонить авторам. Они не вернутся. И мы можем работать. Я бы очень любила, чтобы начать, наслаждаться спокойным зимой. Они... Подставили меня. Да. Возможно, полицейские будут на моей стороне. Почему ты спрашиваешь? Потому что я ужасно суперфицирован. Я... Как Берт Рейнольдс. Если бы у Тома Круза был брат-красавец. Я не знаю, как такое Ралли Фингерс. Хотя мне нравится. В общем, Том Круз. Том Круз хороший брат-красавец. О, это слишком плохо. Я читала о людях, что он примерно 5-0-0. Да. Ну, ты не сможешь победить их всех. Окей. Ну... Я видел его фотографию с Николь Кидман и думал, что это баскетболистка НБА. Женского. Я думаю, в 90-е еще бы набили негров. Они перебрались с этим. Обычно я ношу смокинги. У меня токсидои, как часто можно. О, правда? Тоже, да. Как космополитен? Я не знала, что Болда был так шик. Это пик высокой общественности. Ммм, хорошо знать, Дэл, да. Теперь скажи мне о твоей фейсе. Я смотрю о тебя вверх бара. Что я вижу? Что за секс по телефону? Тут совсем скучно людям. Какие доски я должен найти? У меня густая порода, у меня сломан нос. Тебе понравится мои тонкие усы, длинный шрам. и не только шрам, у меня еще длинный, длинное ухо, левое. Моя жена меня рисовала, и хватит бить меня в самое сердце. Устанно. От поиска дров. Блин, надеюсь, моя фамилия не Ченаски, иначе это будет довольно странно. Так, ну что ж. Погнали. Мое любимое занятие в компьютерных играх. Крыжки по штукам через воду. Скорее, БРГГ. Там в каждой второй игре такое. Так, скопируем информацию. Старая туалетная бумага, берем, пригодится. Хотя нет, видимо не пригодится. Шишка Джейн Эйр. Я уже читал. Один шанс умереть. Ричард Старджан. Настоящие книги, похоже. Рон, очень хочешь, чтобы все высшие силы, чтобы высшие силы не спасли нам не такие отстойные рации. Обычно я предпочитаю ручку и бумагу, но время от времени было бы хорошо пообщаться голосом. Моя сестра продолжает оставлять мне сообщения в главном офисе. Я не думаю, что она понимает, что я взялся за эту работу, чтобы не иметь дело с ней или мамой. Я сижу на месте и пытаюсь придумать, что я и сказать, но вместо этого выпил уже четверть бутылку 5. Скучаю. Дэйв. Блин. Возьмем на всякий случай. Может, ачивку дадут. Так. Ладно. Найти внизу доски для ремонта. Блин, явно... Явно не так далеко. Почему-то я ничего на доске похожего не видел. Пойдем назад. Я не хочу идти вперед. Это, конечно, тоже низом считается, но мне кажется, там они прямо под этим должны быть. Баба очень отвлекает разговорами. Если бы она хотя бы говорила на русском, я бы мог одновременно делать два дела. Но проблема именно в том, как я уже говорил, что мужчины... Это чем не доски? Мужчины не могут говорить и делать что-то одновременно. То есть, например, если вы варите кофе, а приходит ваша женщина и начинает вам на мозг капать, то, скорее всего, вы обваритесь в кипятке и молоке или еще что-нибудь в этом роде. Если начинают говорить с вами, когда вы бреетесь, если вы начнете их слушать, то отрежете себе нос. Так, где доски? Вот, отлично. Бетонные блоки. Доска. Взять еще пару. Поэтому я и ушел отсюда. Хорошо, что я дальше никуда не пошел. Кто-то РГГ написал в чате. Да, было в наше время. Не то, что нынешние игры. Я уже начал забывать, на самом деле. Я даже не помню, как звали главного злодея в играх про рыцарей, по-моему. Мазерати или Ламборджини. Мазерати или Ламборджини. Ищение, что у нас не сабмод, а мод-мод докатились. Я распугал всех зрителей. В первом же стриме. Остается только записаться в лесники. Ты сидишь в этой комнате, до сентября 1-го. И звонишь мне на первом стриме. О, да. Почему ты мне скажешь, когда ты сментально готовишься за эту задачу? И, эээ... Я даю тебе. Эээ... Я даю тебе, когда увидел эти бидоны. Да, ты вчера говорила мне? Блин. Хм. Окей. Я готов. Будем следить, пока не начнется пожар. Гарибальди, не врите. Не могли его так дебиль называть папку, кто его Гарибальди зовут. Эээ... Конечно, конечно. Конечно, конечно. Мы предложили тебе комфи-чарь, чтобы сидеть и все. Ты знаешь, это не так комфи-чарь. Это дерево, и нет паттинга. Я думаю, что у меня есть сплинтер в моем голове сегодня. А-а-а... Ну, в любом случае, возьмите сиденье. Форест зависит от тебя. Сплинтер это заноза по-английски? День девять. Шесть дней я чесал яйца, сидя на стуле, и потом... Поедая свой сэндвич... Хелло, Хенри. Пойдемте хорошего сэндвича? Эээ... Прикольный денёк. Проводил, пока ты не позвонила, мразь. Харди-хар. Эх... Я наконец платил за все эти годы, давая моему боссу аттитуту. Эээ... Эээ... Я звонила с плохой новой. Две молодые женщины, Челси Стивенс и Лили Макклэйн, были опортированы, что умерли. Господи, слава богу. Я уже испугался. Я уже испугался, что позвонили про мою жену и сказали, что она пришла в себя. Эээ... Эээ... Буду рад ответить на все вопросы. Эээ... Лучше сразу признаться, что я прятался в кустах. Эээ... Это будет меньший срок, чем когда их найдут безголовыми. Эээ... Я действительно не хочу поговорить с педагогами. Меня тоже. Эээ... Хорошо, Хенри. Спасибо. Смейте с солнцем. Спасибо. Солнцем действительно великолепен. Еще шесть дней прошло. Хм... И на двадцать седьмой день я все-таки начал читать «Войну и мир» к учебному году. «Войну и забудьте радио». Что ты хочешь? Ээээ... Ты большой дурочкой. Эээ... Привет, Джошуа. О, это ты дурочка. Милая, уже поздно. Я знаю, что это. Ты звук устал. Ммм... Я так. Ты хорошего времени? А, это моя жена звонит. Нифига, она жива. Эээ... У меня все хорошо. Ты? Все хорошо там? Она вспомнила меня неожиданно? Джулс? Все, забыла. Что? О, извините, Хенри. Да, я хорошо. Кто дал ей телефон? Зачем? Это очень хорошо. Это служебная рация. Ну... Я оставлю тебе вернуться домой тогда. Не, я настроение испортил ее звонка. Я чувствую себя мерзко. Угу. Чё? Она знает о Дилайле. Она называет меня родным, а я бросил ее в саном приюте. Я свинья. Надо было просто убить ее. Чтобы не мучилась. Совесть. Она проснулась во мне. Тридцать третий день. Следовать на север за припасами. Ладно. Возможно, мне приснился этот звонок. Тогда я успокоен. Тридцать бросил бабу из-за постоянной болтовни. На самом деле... Вяленое мясо, господи, как я люблю вяленое мясо. В московских барах вообще не бывает нормального вяленого мяса. Оно только почему-то в Питерске. Ты сидишь в московском баре и, ну, тебе первое блюдо, даже если ты заказал какое-нибудь дерьмо из микроволновки, несут полчаса всегда. Поэтому ты такой, а что у вас есть к пиву? И обычно это какие-нибудь вонючие гренки из засохшего заплесневелого черного хлеба. Какое-нибудь говно типа фисташек в пачке за 12 рублей, где 4 фисташки все закрыты и их высыпают на такое блюдечко, как будто ты ссаный кот. Или... Я не знаю, что еще придумать. Какое-нибудь говно вообще невкусное, но ни у кого нету блядского обычного вяленого мяса. Оленины, конины, там, я не знаю, говядины, свинины, какого угодно. В Питере в каждом баре есть вяленое мясо. Оно и утоляет голод, и хорошо к пиву. Только, блядь, в Москве нигде нет вяленого мяса. Одно говно. Гренки у нас. Еще смотрят, еще смотрят на тебя так, когда ты заказываешь гренки, как будто гренки это, блядь, единственное, что ты сегодня закажешь. Как будто ты пришел сюда и такой занимаешь место чувака, который приехал бы на Бентли и закатил пир на 50 тысяч и оставил бы десятку, блядь, официанту на чай. Гренки на тебя смотрят и говорят, гренки вам, да, да, с чесночным соусом, да. Нищеброд, скорее бы он ушел. И ты такой, потом, ну потом, типа, после этого я еще выберу. У меня надо еще выбрать там. Так, да, конечно, выберет он. Сейчас приду, принесу ему пиво и гренки, и он будет их есть. Но когда он возвращается, ты такой, ну там, мне борщ или еще какое-нибудь говно, и окей. Может быть, лед растает, но не всегда. Извините. Я должен быть с ней. Я должен быть с ней. Да у тебя парней было больше, чем, блин, я не знаю, в футбольной команде играет. Хавьер. Щернинец. Фу. Бурильщиком, я. Я представляю, каким он был бурильщиком. Всю пробурил, наверное. Я работал с Вайоминым в школе в районе лидерситов, и я была вовсесена с этим. Я хотела быть инструктором так плохо. И я уверена, что я буду сгодить Хавьера, как быстро я мог бы попасть. Уоллес был также хороший обзор, чтобы... ...вторить из города, утреть виски в моря, сглотить... Где кнопка не слушать про Хавьера? Какой Хавьер? Вы что травите? Зачем мне это? Для каких-то причин. Я не пришла домой. Хавьер сказал, что было нормально. Он ходил в фунераль, занимал свою маму, и что-то подобное. Было бы легче соло. Когда он вернулся, он уехал меня. Я пришла сюда. Я умерла, и... Я сказала мою сестру, что он умерла нашим близким. Я умерла тебе. Я умерла. Я пришла сюда с болезненным сердцем, как ты. Ты что, дура, что ли? Ты сравниваешь жену умирающую от... Не умирающую, а, блин, болеющую? В этом проблема, что она еще не умирает. Она будет жить с этим альцгеймером до шестидесяти. Двадцать с хреном лет, и я всегда буду мучиться. Ты сравниваешь это с каким-то, блядь, Хавьером? Ну ты, сука, вообще не имеешь. Мозгов, похоже. Как меня бесит этот персонаж. Когда я ее найду, я ей бутылкой голову разобью. Тупее, ничего не слышал в своей жизни. Хавьер, блин. Совсем охереть можно. Хе. Сковорода, всем наплевать, сколько тебе в армии осталось. Ты лучше скажи, тебя изнасиловали там или нет еще? Хавьер, блин. Как же меня бесит эта тёлка просто. Иди, буду научиться держать язык с зубами. Ага, ага, я пришел. Я бы посмотрел, если бы у нее муж умер там от рака или еще какая-нибудь фигня. А я такой, ммм, у меня один раз была тёлка по имени Хуанита. Она была танцовщицей фламенко. Но ее отец сказал, что нам не быть вместе, и теперь я тут. У меня разбито сердце. Ух ты. Ух ты. Собственно, я ухожу. Ух ты. В древности. Уважаем. Ух ты. Ух ты. Продолжение следует...